добрый вечер друзья сейчас мы быстренько поделимся и начнем общаться приветствую дорогие братья и сестры на самом деле эта неделя была очень такая насыщенная интересная я бы сказал гипер насыщенная и гипер интересная сейчас с вашего позволения тут сразу немножечко открою вопросы так вот все добрый вечер дорогие братья и сестры с воскресным днем христос воскресе ведь малая пасха немножко как обычно расскажу о иванском чтении которые сегодня мы читали и некоторые вопросы которые мне уже задавали в течение этого в течение этой недели расскажу какая нас перенасыщенная была эта неделя очень перенасыщенным сказал ну давайте сначала бога богу сегодня мы читали два из кочителя но остановимся на одном когда сотник приходит к господу говорит господи цели отрока моего господь говорит что сегодня приду к тебе исцелю его он говорит я не достоин чтоб ты вошел под кровь мой но только рцы слово то есть только скажи слово исцелит отрок мой ибо я под собой имею войны я одному говори говорю иди 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 другому приедет то есть и придет рабу своему сотворись и и сотворит удивился господь то есть тут немножко такая природа человеческая и говорит грядущим по мне придут сыны возлягутся в раму исааком яковом и будут не многие из них и жены то есть выгнаны во тьму кромешную не будет плачать скрежет зубов вот почему потому что не будут такой иметь веры но однозначно добрый вечер всем добрый вечер я потом поотвечаю еще раз поприветствую вас ну вот и видя веру которую не увидел во всем иерусалиме израиле господь говорит не увидел такой веры и говорит иди и будет тебе я как ты хочешь исцелился отрок в той же час то есть именно по вере хотя он мог принять этот сотник дома у себя господа и попочествовать его но только лишь сказал попросила скажи слово почему потому что он сам очень тверд был и он воин и он отдал обычным языком выражаясь приказ и приказ выполняется как макаре как мы знаем приказы не обсуждаются вот и вот вам итог и результат твердости человека каждый человек из нас православных истинен воин и он доверяет господу и не сомневается хотя бывает и грех маловерия вот это вот по иванскому чтению который сегодня мы читали сегодня также день памяти иконы божьей матери достойно есть ли еще назвать ее милущая тоже очень интересная история ну давайте домашнее задание будет почитайте ну и немножко расскажу в течение этой недели интересные у меня опыт был мой дорогой любимая господи архиерей владыка герман благословил меня сопровождать и быть участником одного велопробега который в котором мы читать за четыре дня проехали 200 километров ночую в палатках среди поля порой но я вам скажу это изумительная по поездка очень тяжелая потому что я не подготовлен не спортсмен так как таковой не самое сильное сердце у меня есть определенные проблемы и к с божьей помощью мы проехали этот путь ребята потом дальше еще поехали 120 километров в обратном направлении на другой дорогой но вот общение с этой молодежью их вопроса молодежь была не воцерковленная очень порадовала что молодежь от 14 лет и было и старшим что она ищет бога что она хочет развиваться духовно нравственно и эти ребята не остались дома под кондиционером с планшетниками за компьютерами они взяли велосипед и и поехали в очень тяжелый путь когда на солнце пару температура шкалила и не хныкали а трудились прям настоящие воины герои со время с сегодняшнего дня естественно вы видели в нашем проекте как мы с ними за костром сидели знакомились общаться общались я делал трансляцию на проект наш батюшка лав батюшка любовь очень замечательные ребята современные ребята и самое главное что очень отличающиеся таким что мне приметила сразу воспитанностью манерностью отзывчивостью очень замечательно ребята я думаю таких много слава богу так я смотрел вашу фотографию вот здорово это что был волк на фото нет это лайка было замечательно такая умная собака с одной команды сразу все делает так ну что давайте тогда задавайте понемножку начнем вопрос у меня не так много сегодня батарейки заряжена с радостью по отвечаю на ваши вопросы есть как таковые будут а пока вы их пишите я почитаю вопрос который мне писали я господи благослови а то я что-то так сразу в бой ринулся так как вы относитесь к советам бабушек людей которые помогают в храме людям которые приходят богу делают первые шаги но бабушки разные бывают любая бабушка это кладец который раскрылся и хочет поделиться своими знаниями своим кладецом порой не всегда к сожалению это добродушно или так вот манерно бывает это с каким-то даже наездом с какой-то требовали все излишне хотя бывает такое что бабушку это тоже чуть-чуть духовно о копне она ничего не знает но тем не менее уважение к старшему поколению безусловно мы должны проявлять не обижать их корректно сказать что вы простите пожалуйста я прислушиваюсь к вашему совету ну будьте добры более спокойны хотя пашу некоторые бабушки начинают как воины сразу в бой ринутся поэтому нужно относиться к ним конечно с такой более спокойностью вот я смотрю сегодня не очень активны ну как есть так вот так сейчас посмотрим следующие вопросы час секунду батюшка вы блогер как вам пришла мысль заняться просветительской деятельностью в соцсетях в италии благословите бог благословит рад видеть екатерина всех рад видеть пишите свои вопросы как пришла в голову мысль мне заняться блогерством по сути блогерство это тоже самое та же самая проповедь конечно не все можно показывать есть какие-то грани которые нельзя переступать потому что верующий человек когда переступает грани он становится фанатиком когда теряется любовь о господи так и в личной жизни есть какие-то грани которые не стоит посвящать хотя разное бывает бывает и лишнее скажешь как пришел к выводу но поскольку видео в интернете очень много гнили особенно духовной я подумал что что-то на по силам свои возможности я попытаюсь дать а если это будет кому-то полезным я буду искренне рад что пригодился тут в частности вопрос о моем youtube канале и боголюб куда загружая все и трансляции из другие видео кому интересно зайдете посмотрите ну а конечно вот наш проект башкала башка любовь это одна из основных деятельность которые пытаемся развивать для пользы души я посетила святые места ярославская область село гаденово я за вас очень рад кси гаденово гаденовский крест это стоящее дело чтобы поехать ровторящий крест господин два монастыря очень мне понравился ирина очень за вас рад и благая господа что у вас все получилось это стоило того я когда посмотрел фильм аркадия манда мамонтова крест вот я тогда загорелся поехать в гаденово гаденовскую кресту это вот знаете парадокс да среди болот лесов найден был крест византийский где византия и где русь вообще конечно вот удивительные вещи такие и вообще вот это стоило мы еще заезжали по пути монастыри источники если господь управит в конце следующего месяца поедем в дивеево с нашим приходом я думаю будет тоже очень интересно полезно я в дивеево еще не был к мощам серафима сросского не прикладывался именно к раке бачка почему так много детей с аутизмом стало ну вы знаете это вообще аутизм это такая сказать что примут заболевание так такой внутренний сугубый мир наверное так можно провести параллель какой-то абстракция от этого сумасшедшего мира ведь на самом деле дети аутиста у меня есть как бы так опыт я знаю семью в которой есть ребенок аутист на самом деле они дееспособны другое дело что они живут своим миром почему их так стало много потому что может быть с одной стороны их раньше так не афишировали они были второй момент чем дальше тем больше мы грехов не живем не нравственно посмотрите храмы открыты храм это не особо полный чаще всего пустые ну и вот итог что 7 то и пожинаем скажите вообще меня хорошо слышно если слышно пишите слышно и там или сердечко нажмите не суть важно по вашему выбору чтобы я понял слышно видно все ли хорошо не виснет слышно спаси гос и благодарю екатерина поэтому аутисты да и другие болезни очень много появляется да возьмите хотя бы нашу природу уничтожаем вырубываем ее толком ничего не созидается поэтому к сожалению это плоды наших трудов цивилизации вообще парадокс вот замечаю что чем больше технологически наш мир развивается тем больше человек деградирует умственно он перестал уже практически считать все гуглиться ну ладно не будем расстраиваться по этому поводу так бачка кассе я хотела туда сто лет в годы на вот господь управа я прыгала от радости крестьяне явился в монастыре по госкрес в болотах да да все правильно вот ну давайте пишите свои вопросы а я пока еще зачитаю какой-нибудь вопрос который мне записали вот нот несколько тут сразу написали бачка какое ваше хобби и сейчас как вы относитесь к экзорцизму в наше время люди едут на отчитки многие в целях избавления от порчи сглаза и так далее вот несколько вопросов давайте хобби хобби не знаю может быть вот ютуберская деятельность хотя я ее воспринимаю в том числе как служение богу но может быть вот это и есть хобби хобби это съемки монтаж ну как бы такое применение одной из и одного из моих образований вот и как вы относитесь к экзорцизму очень осторожно те же самые отчитки это понимаете иногда и отчитка не нужна потому что порой нужно психиатру или психотерапевту обратиться а может у вас или элементарно неврология нарушилась то есть не обязательно это сразу какая-то одержимость или во время отчитки там сглаз вас снимут порчи но исповедуйтесь причащайтесь бог внутри нас хотя бы давайте подойдем к этой точке со стороны что господь в лице адаму вдохнул душу а душа это частичка божия естественно ее нужно тоже за ней нужно ухаживать созидать молитвы постом а в первую очередь покаянием и причастием то есть кто дал душу с тем мы соединяемся со господом скажите пожалуйста батюшка если господь захочет тебя отправить в нужный путь то ведь это исполнится но я просто святы но я просто святы места или это дело случая ну господь может так конечно управить вам в ситуацию с ту или иную создать другое дело он вас не заставит он дает свободу выбору каждому человеку он до предложил тебе путь а ты уже выбираешь идти этим путем или не идти потому что вот господь единственное в чем себя ограничил и что он не может сделать это лишить свободу выбора человека тогда почему потому он этого не делает потому что получается он лишает нас любви вот этой синергизма обоюдного сработничества господь хочет чтобы мы сами решали хотим мы с ним быть или хотим в противоположную сторону идти поэтому господь не ущемляет нашу свободу выбора и мы сами решаем как быть в той или иной ситуации быть или не быть в общем вопрос а сегодня вы прям какие-то неактивны друзья давайте стрепенемся ну-ка в не знаю там сердечки нажмите что-нибудь для радости я посмотрю что мне тут еще задавали вопрос ну вот опять очередной вопрос о крестике что делать крестиком если спаси господи благодарю я конечно пошутил но все равно приятно что делать если я нашел крестик свой у меня очень старый темный можно ли свой положить стой уголочек а этот осветить в храме и носить с одной стороны можно безусловно но почему бы не почистить свой старенький носить его не вижу проблемы поэтому еще был вопрос можно ли с крестиком носить кулончик можно конечно вот допустим своего небесного покровителя я думаю это замечательно можно и не один кулончик допустим небесного покровителя ангела-хранителя но в первую очередь это крест и крест не как украшение как знамение любви господа к нам потому что на кресте господь принес себя в жертву за грехи всего мира футбол смотрят ну видимо смотрят я даже не знаю кто там играет много кто-то играет я один раз первый самый матч посмотрел первый первый тайм все мне этого хватило я понял что мы чемпионы стопроцентно наверное даже кубок выиграем при таком раскладе поэтому я уже не смотрю хотя можно было порассуждать о футболе с молодежью мы общались на эту тему ну давайте что еще если у нас такой умиротворенный эфир сегодня вопросов нету все все знают ну давайте я сейчас еще поищу где мне тут и тогда мы выйдем завершать эфир так как устроен ваш уклад воспитание и жизни в целом это наверное относительно детей спрашивали как устроен уклад но детей конечно в первую очередь все воспитываешь в законе божьем укоряя именно грех и лета или нет нужно лекается в этом или нет но в первую очередь в послушании родителей в заповеди божий потому что если воспитывать только по своим интересам а не интересам божьим то наверное старт дом обеспечен потому что рано или поздно кто читал возрастную психологию родители свое время свой авторитет нас не совсем утрачивают но появляется авторитет друзей улицы где больше прислушиваются поэтому хотя был интересный вопрос а если родителей уже не слушается кого может послушать вот тут очень важный момент вот крестные родители играют огромную роль если на самом деле достойны крестные родители вот они могут в этой ситуации очень быть полезными потому что это не родные родители тем не менее старшие которые имеют какой-то опыт жизненный и вот крестные родители конечно особенность это верующие люди они очень могут помочь в той или иной ситуации ну а я как бы воспитываю конечно в законе божьем может быть не всегда идеально потому что хоть и имею педагогическое образование но все бывает очень разные ситуации в них нужно ориентироваться согласно я бы сказал той или иной ситуации я прошу прощения вот мы перенесли эфир на 9 мы по вашим просьбам и как-то больше выходила в эфир а теперь больше спать хочется кушу рано встаешь ну как вы понимаете сегодня воскресенье служба была я надеюсь все вы были в храмах поисповерились причастились и надеюсь вообще а давайте наверно немножко расскажу как наверно готовится к исповеди причастию в чем в первую очередь кается напиши напишите нужно ли рассказать или там сердечки на ваше усмотрение чтобы я понял нужно ли вам нужна ли эта информация сейчас крестные не те что раньше сейчас только для галочки не согласен жаль у меня их нету я к ваш я к вам прислушиваюсь спасибо господи но на самом деле весь всем добрый вечер спасибо господи но на самом деле для того сейчас и мудро так устроено вот эти беседы перед крещением проходят с крестным родителям и вот именно их образовываешь учишь что им нужно знать что им нужно делать чтобы вот как вашей ситуации ирина не получилось что они для галочки стали ну давайте относительно кто не знает и расскажу что исповедь она может быть автономным не обязательно исповедоваться и потом сразу причащаться если вы хотите только поисповедоваться это то в идеале почитать канон покаянный за несколько дней сесть и прям выписать на листики те грехи которые вас гложет есть замечательные брошюрки которые допустим называется помощь кающимся там или как сборник грехов на из по для исповеди то есть бывают разные какие-то вспомогательная литература в которой мы можем выписать те грехи которые к нам подходят но конечно каемся мы в трех направлениях грехи против бога ну к примеру по несколько я сразу буду говорить что вы могли сориентироваться грехи против бога допустим кумира себе сотворял там какого-нибудь там певца чуть ли не боготворил а там советское время отрекался от бога допустим не соблюдал постов это вот грехи против бога грехи против ближнего потом идут ну к примеру своровал ударил там жену там или брата ну кому-то боль причинил потом что ближнее против ближнего там оболгал его вот это грехи против ближнего потом в третье направление грехи против самого себя там гордыня тщеславия блудные дела будные помыслы то есть какие-то грехи которые связаны лично с тобою вот в трех направлениях мыкаемся но в первую очередь мыкаемся что нашу душу гложет в чем нас обличает совесть некоторые святые отцы говорят что совесть когда она обличает и призывает к нравственности то это голос божий у нас почему иногда и пытается совесть свою заглушить часто алкоголем чтобы легче стало на самом деле алкоголь это не заглушающий а наоборот добавляющий тяжести души вот в трех направлениях мыкаемся это исповедь но если мы собираемся уже к причастию от причасти без исповеди уже не может быть это обязательно перед причастием должна быть исповедь то ли это на вечерней службе на всенавшем день и то ли это утром неотъемленной литургии если там многоштатный приход то один батюшка служит а другой батюшка исповедует во время службы но к причастию конечно нужна более серьезная подготовка конечно мы читаем канон покаянный к господу ангелу хранителю самый главный канон к причастию то есть это обязательный некоторые иногда дозволяют если вдруг не успеваете то причастие обязательно потом все остальные добычают но лучшее поскольку мы готовимся к причастию за три дня до этого постимся но пост это не только не кушать что-то мы кушаем и только постно на постном масле можно принципе рыбку если это не великий пост допустим вот сейчас пост у нас идет петра и павла рыбка дозволяется но опять-таки как серафим саровский замечательно сказал питайте тело настолько чтобы оно не слабно слабнет тело слабнет духу не может противостоять греху и также по если не ошибусь по-моему он же сказал что питаясь оставляйте место для дара духа святаго что это значит то есть не передайте что вы могли после еды еще и потрудиться если не будет необходимость как физически ну так же в первую очередь и духовно молитвенно просто ну как обычно мы покушали и все расслабились даже покемарить хочется вот чтобы мы бодры были вот и за три дня каждый день один канон второй канон третий день накануне воскресного дня к примеру если воскресенье собираетесь поисповица причаститься уже читайте канун к причастию это в любом молитвослове есть вообще по молитвослову часто спрашивают батюшка какой бы вы порекомендовали молитвослов я вообще бы порекомендовал расширенный молитвослов где еще есть молитвы на разную потребу там к болезнях о детках о семье то есть дополнительными молитвами там на всякую потребу называется и молитве щит по мощью называется вот вот у нас начали наши дорогие жены мироносицы активизироваться какого возраста подросток должен вычитывать все каноны ну если мы говорим что семилетнего возраста ребенок начинает первое исповедь его начинается то вот с этого возраста хотя бы он уже должен понемногу начинать и читать конечно мы помогаем им потому что это много читать им трудно естественно это взрослому человеку иногда трудно но тем не менее по мере их сил а это индивидуально в каждой ситуации кто-то ребенок такой гиперактивный гениальный он может сам все прочитать а кто-то очень слаб в этом поэтому мы им помогаем я бы сказал все очень индивидуально относительно вашего вопроса вера скажите как жить с огромной болью в душе признание своих грехов потеряла сына жить без него не могу вы знаете есть во время отпевания есть такие слова вечная память вечный покой вот иногда говорят отпусти его не держи тебе ему легче стань бред кого отпустить любимого близкого человека и вот почему мы и во-первых во время отпевания слышим эти слова вечная память вечный покой память она для нас должна быть вечно это близкий человек и мы молимся о нем а покой в том что и мы во время молитвы успокаиваемся душою и покой желаем молитвою свою на обращаясь ко господу чтобы он сподобил царство небесно простил тот или иной грех нашему сроднику но в частности сыну вашему боль конечно ваша понятно вы мамочка и это естественно что вам тяжело на душе но вот ваша и материнская молитва это продолжение вашей любви к вашему ребенку разные жизни обстоятельства бывает тяжело каждый раз видеть слезы переживания боль во время отпеваний но мы никто не вечно и ваша молитва она очень нужна и важна для него поэтому не опускайте руки подкрепи вас господи так ребенка покрестили а крестный не крестный что делать ну это часто бывает такое когда крестный не крестный надо запомнить ваше выражение я немножко по-другому выражаюсь но очень дипломатично но хорошее выражение что делать задают иногда вопрос можно ли поменять крестного или крестным не нужно вообще в традиции допустим русской у нас двое крестных там у грузин там по-моему болгар и синиша вообще до 10 до 12 крестных такой интересный факт на самом деле но опять таки менять не нужно если кто-то хочет выступить в роли такого духовного воспитателя то почему бы нет ну пусть помогает вам кормляет духовно скажем так это воскресная школа может быть это какой-то ваш сродник там брат сестра ну почему бы и нет почему и берут двух крестных потому что один может что-то там произойти с ним уехать элементарно а второй остается в обязательном порядке у ребенка должен быть один крестный желательно по половой принадлежности крестная девочка значит крестный значит мальчик ну а два это замечательно не выбирайте никогда по хорошему человеку выбирайте по верующему человеку не выбирайте вот у него есть деньги он может завтра сказать я знать тебя не хочу и на деньги вы его не рассчитывать выбирайте того кто как минимум будет молиться за ваших детей кто будет заботиться духовно ваших детях тогда будет благоразумно и целесообразно так давайте мы прочитаем что здесь нам раиса написала благодарю вас молюсь без этого сошла в сумма подкрепи вас господи раиса напишите мне потом в личку имя вашего сына я тоже помолюсь на службе добрый вечер добрый вечер какую художественную литературу вы читаете одна из последних книг которые я прочел мне очень понравился это лесков некрещеный поп мне понравилось такой интересный забавный рассказ с казаками связан но вот понравился вообще очень люблю стихи сейчас читаю духовные стихи у меня книжку нашел не видел вот сейчас читаю ее так ирина добрый вечер бачка добрый вечер скажите как прошел ваш велопробег что было интересно но я немножко раньше рассказывал вечером но вы знаете вот я один один момент с вами поделюсь поскольку сейчас секунду мне монитор потух подсветочку сделаем чуть-чуть вот замечательно прошел 200 километров проехали общаясь замечательно все конечно на второй день я чуть не приставился честно говоря уже и мотор не выдерживал и жара под 50 на солнце самые жаркие дни мы попали прям так но замечательный велопробег замечательные ребята и вот поделюсь одним моментом интересным со своего велопробега этого мне дал человек машины который привозил нам там воды подвозил периодически когда она заканчивалась там то есть сопровождающая машина и вот он будет бачка и на все хотите вот мы по полям же сейчас едем можете километров там 10 проехать передохнуть а моя сяду на ваш велосипед а он тоже как бы инструктор спортсмен а я проедусь вместе с ребятами ну а поскольку я уже тяжковато себя чувствовал я конечно с радостью согласился и вы знаете пока я их ждал я испытал три таких интересных ощущения во первых ощущение стыда вот там дети сейчас едут о 14 летом а я вот такой перец на машине проехал и отдыхаю жду то есть совесть гложет а второе чувство это на переживание но где там эти деточки но все ли их у них нормально где они что почему так долго они остановились на передышку вот и третий момент я соскучился мне их не хватало к думу но скорее бы уже не приехали вот скучать за ними стал вот такой вот знаете вот ощущение интересны были так что велопробег прошел замечательно 200 километров мы проехали но не могу сказать что на одном духу пошел дорога разная была и в песках за их загребались и проколов много было но с божьей помощью сегодня мне писали что они уже вернулись потому что я не до конца с ними был я съездка выехал и до каневской они уже вот сегодня вернулись молодцы так вот как ирина пишет вот когда я делаю промахи в жизни люди неверующие начинает меня как гусеница яблоко точить яблоко точить как быть мне да пусть точат но не от большого же ума не точат конце концов пусть точат вы знаете я по моему предыдущему эфире рассказывал в одной из по моему древнем пяти реке значит рассказывает один монах как его спрашивают как нужно жить если тебя со всех сторон на него ругается что ты не проедешь не доедешь а он все но и но но и но вот так вот но 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 и проехал весь рынок так и нам надо ни на кого не обращать внимание только лишь анализировать фильтр поставить угодно это богу или не угодно и вот в через эту призму через этот фильтр жить и делать люди не от большого ума будет вас осуждать они захотят на фоне своей низменности своей черноты себя обелить за счет вашего обличения не нужно чем осуждает что мы побываешь пусть сами так ну не буду выражаться чего-нибудь делать так победи спасибо слава боже какой самый любимый город у вас в россии честно говоря я даже не знаю какой любимый у меня как такового любимого нету ближайшие которые да не знаю честно грелот я еду на следующий не не эта неделя которая будет а в июле еду в питер поступать в академию духовно прошу ваших святых молитв но вот горят один из самых красивейших наших городов россии нот может быть его полюблю а так я очень люблю нашу страну она красивая разнообразная в ней вся природа заключается поэтому как такого самого любимого города нет так чукча и ладно акадь свел пробег это трудно вот вы молодцы то да спасибо господи на самом деле очень трудно было у меня на третий день как-то дыхание открылось что вам приносит душевный покой две вещи первое это молитва безусловно служение богу престола это безусловно есть душевный и духовный покой это вот молитва и служение богу а второе это деточки это семья потому что когда что-то у деточки болеет душа не на месте когда у нее все хорошо ты их обнял поцеловал и все и слава богу так тысячи не бывает так ваши детки тоже были в провине не были потом возрастная категория от 14 лет было а у меня кровно 14 только будет а вторая дочь она как бы ну не смогла привет 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 евгений так поступите сто процентов надеюсь сейчас буду в течение этой недели нагонять греческий английский язык так в израиле вчера в храме гроба господина камни помазы можно было светить крестики я положила бутылки с водой вода стала святой или она не стала святой ну я думаю возможно и конечно осветилась тут же не мы анализируем осветилась или нет место свято безусловно мы для того и прикладываем крестики и в том числе эту бутылочку святой водой чтобы господь осветил своей милостью от этого святого места я думаю осветилась так женя привет еще раз тебе вот юноша неугомол вы бачка поступите благодарю надеюсь здравствуйте привет из беларуси приветствую светлана на днях выходил в эфир бачка наш дорогой артемий из беларуси замечательный батюшка как дела все хорошо привет бачка вам из берлина ух ты молодец я недавно с одним со своей странички в инстаграме двойную такую трансляцию вел со знакомым с берлина с мюнхена а я думаю с вадим с вами тоже подружимся кто хочет добавлять все друзья я потом когда добавляются друзья я кидаю все свои ссылки где я вообще присутствую и с радостью там тоже до продолжаю общение если вы того сами хотите так же на и как наши все батюшки так а это правда что духовная академия или духовно семена семинарии это самое сложное образование знаете в чем сложность вот семинария это закрытое заведение очень с таким режимным расписанием у тебя в день только час свободного времени и на самом деле ты его не успеваешь ни на что потратить глупая это самое главное потому что кто хоть и хочет на глупая то его просто отчислят вот смотрите для интереса когда я поступал в семинаре у нас поступало 36 человек а выпустилась всего 7 представляете сколько отсеялось за пять лет обучения отсеялось практически большая часть поэтому это очень тяжело с нами даже поступало один соборовец он поступил молодец он проучился две недели горит ребята я с ума сойду я лучше по горам с автоматом буду бегать чего с вами здесь в семинаре у меня кукушка просто поет это очень тяжело это морально духовно тяжело нагрузка поэтому ну однозначно ирина это семинария она ломает ты или понял куда ты пришел или ты ошибся дверью лучше понять это сразу чем когда ты уже пойдешь в духовенство и тогда только осознаешь это но академия это уже семинария это высшее образование сегодня это бакалавриат академия это вот я на магистратуру сейчас буду поступать дальше там аспирантура может я насчет аспирантуры даже не знаю если хотите я сейчас интересную историю расскажу ну-ка поставьте там или сердечки или чего-нибудь если хотите я вам расскажу значит смотрите рассказываю я сам был в шоке это вот за питер я вспомнил за академию сейчас расскажу значит однажды за пообщался я с одним парнем я спрашиваю где ты меня вообще нашел мы по телефону с ним общались вот через интернет думаю сейчас зайду в интернет и в яндексе забью священник константин мальцев что он выдаст вообще и вот нахожу там себя и еще других священников смотрю смотрю там другие какие-то и тут натыкаюсь на батюшку которого тоже зовут священник константин мальцев интересно кто это такой я секунду между сообщение выскочил а все думаю захожу он батюшка из питера я через интернет нахожу храм где он там служит звоню в храм и говорю можно ли услышать батюшка константина мальцев а кто вы спрашиваете игру это священник константин мальцев батюшка что у нас разыгрываете и игру но это другой бачка это с кубани возьмите вот мой номер я продиктовал и пусть он мне перезвонит в общем мы с ним познакомились он перезвонил и вот же в этом году окажется он эту академию питерскую закончил мы же за академию гора рассказывали общались он эту академию окончил я аж подаю свои документы и мне пишут в ответ а вы разве академии не закончили батюшка я пишу вы знаете я знаю что там батюшка закончил академию он на фамилии с одноименец мой только слава богу хоть отчество разный папа разный что ж такое с этими смс коми вот ну а вот в этом году вроде тезка батюшка константин хочет поступать уже на аспирантуру так что я буду на магистратуре а на аспирантуре вот так вот будем за друг друга экзамен сдавать шучу конечно вот так вот бывает жизни священник тоже константин мальцев и будем учиться в одном учебном заведении надеюсь вам понравилась история пути господни неисповедимы сейчас секунду батюшка добрый вечер пит какой иконы правильно молиться о вразумлении детей замечательная икона есть воспитание и также икона божьей матери прибавление ума а на столе не путь правильно вот так вот дальше добрый вечер добрый вечер два про 20 процентов осталось а у меня сколько осталось у меня еще чуть-чуть есть так с 1 по 3 в храме города темрюка будет прибывать ковчег частички мощей святого великому чтению пантелеима святых биссерин косметика демиана я очень рад за вас дальше браво вам удачи на поступление по вас спаси господи у вас батюшка почему-то папа потому что папа вам пример поэтому вы умничка наш это не то слово еще тот умничка я шучу конечно так так евгений это наверное который все номером я просил все все вопросы закончились 20 парами осталось про вас которую у учились отучились два из 37 человек есть 20 процентов а все я понял что за 20 процентов до 36 человек нас поступало 7 выпустилась ну что мои друзья у нас почти час общаемся стас михалов почти он и стас мих если за меня то у меня и стас михалов и как его сейчас я вспомню ибрагимович с футболистом недавно такой у меня случай забавный был я мимо стадиона проходил где наши мальчишки тренируются и ко мне побежали распишитесь и распишитесь и ребята я не ибрагимович с кем только не путают но это деточки слава богу пусть они чистые сердцем батюшка а скоропослушницы можно молиться о детях вообще давайте обозначимся так любой иконе царица небесная можно молиться по что в любом случае то мы обращаемся к богородице другое дело что тот или иной образ как-то себя проявил интересно да как-то особенно поэтому любой можно молиться и не смущаться допустим вот женщины там помощница в родах молятся ну паспа по смыслу да там млекопитательница разве они никто мы не к царице небесной обращаемся которая в том числе и ходатайся нас к господу вообще я вот часто вспоминаю такая афонская шутка если хотите вам расскажу сейчас про царицу небесную евгений ты меня уже брат замучил то телефон в прошлом эфире то теперь эти мы были все я думаю уже кто хотел прочитал значит господь призывает апостола петра горит петр в чем проблема горит почему так в раю много людей гид появилась говорит я тут ведь не виноват господи это твоя горит мамочка ему через матушка царица небесная через забор веревочку бросила вот они перелезают но так вот поэтому царица небесная безусловно для нас очень нужна важно потому что ну как каждая мамочка она безусловно я даже не знаю друзья что с евгением делать не хочется его блокировать евгений я тебя прошу мы уже шесть раз прочитали твое объявление очень рад что мощи привозят но ты отвлекаешь немножко глава 1380 любовь никогда не перестает хотя и пророчества прекратятся языки умолкнуть и знамение упраздняться любовь знаете любовь то разное бывает сожалению посмотрите на европу на однополые отношения вроде тоже любовь только это любовь извращенная деградированная и очень на это смотришь с сожалением что забыли для чего мужчину и женщину господь создал чтобы они плодились и множились и обладали землей а в первую очередь хранили друг друга заботились и умножали все что рядом с ними прославляя бога так как церковь относится к ровным бракам у крайне отрицательно то даже можно не обсуждать это сильно потому что это недопустимо из биологической из духовной стороны умерла сестра знакомая пережила в болгарии похоронили без платочка на голове сестра переживает но я думаю тут ничего страшного главное чтобы отпели это фундаментальный момент здрасте какой приятный тембр голос спасибо господи я думаю обязательно тут главное отпеть и молиться а относительно в платочки не платочки это уже очень второстепенный момент хотя конечно было хорошо если бы в платочки так какое пока линия греховно какое не греховно я честно говоря не совсем понял вопрос ваш наталья прикровно пояснить пожалуйста если я ставлю свечу за здравие за упокой можно ли ставить в это же день можно в любом случае за упокой у нас только в одном месте ставится свечи называется это место канон на панихидном столе вот бывает чаще всего стоит канон все остальное за здравие по то ли это центральная аналой рядом с ним праздничный на нем праздничная икона или день святого которого сегодня чтится ставят остальное уже по необходимости мою маму не отпели скажите какая разница если она крещённая и несу и цичится то пожалуйста от пойти и заочно чем отличается очное заочно отпевание то есть по какой-то выжительной причине не успели отпеть или там линии договорились ну какая-то уважительная причина то тем же самым чином отпевается и земелька уже на могилочку высыпается поэтому заочно отпеть вот кстати светлана подсказ все правильно можно сразу и за здравие за упокой ставить за упокой ставить безумно не понял вообще у бога все живы и поэтому мы и молимся о наших почивших сродниках и не впадаем депрессию и уныния а искренне веруем что господь обещал нам встречу с умершими когда когда будет его второе пришествие так церковь признала суицид ну если так там сугубо обстоятельства поэтому только частной молитвой своей есть акафист о вас частности молит акафист называется о сродниках как кучешающий акафист но в сродниках суицидчиков батюшка я не подсказывала я спросил зачем люди отпевают а все я понял спаси господь светлана зачем отпевает за тем что духовно человек рождается в крещение отпеваем и то есть мы молитвенно обращаемся ко господу чтобы он простил при грешении ведь когда отпевание вспомните мы же не один человек стоит двое трое больше а господь сам сказал где двое или трое во имя мое там я посреди них и вот мы обращаемся ко господу что он простил при грешении вольные невольные душе сродника нашего или это близкий человек о ком мы стоим молимся и призывая милосердие господа к этому человеку почившему и как бы провожая молитвенно его уже к господу ну три дня душа блестела с 3 по 9 рай покажется с 9 по 40 там и тарство и от показывается и в 40 день уже он последний господь дает ответ от или рай поэтому мы максимум трудимся в 9 41 панихиды в 40 узел покой может заказать и из-за здравия из-за покой на вот максимально добродетели какие-то делаем что мы можем сделать там вещи пригодные раздать милостника какую-то раздать там нуждающимся людям или в храм там там цветы и храм то есть это все индивидуально но